Я любимому, а любимому мне это очень важный принцип. Мы на самом деле нуждаемся в том, чтобы почувствовать, понять, принять и не забыть о том, что Творец всегда раскрыт. У него нет лица или спины, то, как мы изучаем, как бы есть. Всё по отношению к нам, насколько Он светит нам, зависит от того, насколько мы готовы на самом деле принять свет Его лика. И всё зависит от нашей подготовки, от наших исправлений и от нашего отношения к Нему. Когда мы готовим между собой, в связи между собой, место, и это место, если мы готовим его для того, чтобы принять Творца, и мы показываем Ему это место, представляем Ему это место, то получается, что в соответствии с подготовкой места, Он и раскрывается. Это называется, что Высший Свет находится в полном покое, и не существует никаких ограничений с Его стороны, никаких законов, как скрывать себя, а как раз наоборот, как раскрыть себя и только. Это то, на что Он готов и желает этого, и всё зависит от нас. Поэтому написано, я ближнему, а любимому, а любимый мне. То есть, насколько я готов приблизиться к Творцу, чтобы получить всю отдачу от Него, в этой же мере я раскрываю, что уже изначально, заранее Творец уже находится, Он готов к этому и даёт мне. Давайте поэтому не будем обманывать себя в том, что нам надо что-то изменить в Творце, мы должны изменить что-то в самих себе и только. И в этой мере мы раскроем, насколько наш Творец, Он готов и уже ожидает этого заранее. И готовит нам всё заранее, чтобы мы исправили наши получающие Кли, и смогли бы получить от Него то, что Он заранее желает дать. Мы будем учить отрывки и надеясь, что мы не обратимся к Творцу с претензиями, почему ты не даёшь, а обратимся к самим себе, а почему я не в состоянии получить то, что Творец желает дать. И таким образом мы раскроем себя раскроем себе то, что наша работа заключается в том, чтобы открыть кран, из которого и зальётся на нас высшее изобилие. В этом единственная наша проблема. Продолжение следует...